В эфире новости Карелии в студии Даниил Филин. Здравствуйте! Смотрите сегодня. Только общими усилиями мы можем обустроить нашу страну. Герой России посетил лесотехнический колледж и пообщался со студентами. Как в Турции, из окна видно горы. Иронизируют жители поселка Ляскеля. Но в отличие от азиатских вершин, этот хребет из гнилой щепы. Жители поселка Ляскеля пожаловались на свалку, которую устроила местная котельная. Теперь на дублирующих педалях находится экзаменатор. Эти и другие изменения в практической части экзамена на права. Карелия не вошла в число российских регионов, которые получили первые сотни тысяч доз вакцины Эпиваккорона. О поставке 230 тысяч комплектов препаратов 40 субъектов страны сообщил Роспотребнадзор. Эпиваккорона – вторая отечественная вакцина от коронавируса. Она была разработана российскими учеными в Новосибирском научном центре «Вектор». В республике продолжается вакцинация препаратом «Спутник Ви». На сегодняшний день привилось около 38 тысяч человек. Тем временем в Карелии подтверждено еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции. Умер 80-летний петрозаводчанин, 50-летний житель Сегежи и молодая женщина 35 лет из поселка Заречный Костомурского городского округа. За минувшие сутки COVID-19 выявлен у 68 пациентов. Выздоровели 92 человека. Карельские депутаты рассмотрели во втором чтении проект закона об увеличении штрафов за нарушение тишины и покоя граждан. Жильцы многоквартирных домов направляют жалобы в местный парламент по поводу шумов, расположенных поблизости барах и кафе. По мнению людей, посетители заведений часто нарушают общественный порядок. Законопроект предусматривает увеличение размера штрафов для обычных граждан до 5 тысяч рублей, для должностных лиц до 10 тысяч рублей, а для юридических до 20 тысяч рублей. Администрация Карельской столицы заключила контракты на благоустройство общественных территорий в 2021 году. Работы планируется начать не раньше середины апреля, а завершить до сентября. Всего в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в этом году обустроят 7 объектов. В их числе детская площадка на пляже Пески, зона отдыха в Машизерском сквере, пешеходная дорожка в парке Каменный бор, обновление Сартовальского бульвара, территории возле городской поликлиники номер 1 на Древлянке и детской городской поликлиники номер 1 в Октябрьском районе. Возле медучреждений обустроят пешеходные дорожки, расширят парковки, поставят опоры наружного освещения. Благоустроят и территорию возле Ледового дворца Луми. Все территории определили петрозаводчане летом прошлого года при помощи голосования на платформе «Активный горожанин». В этом году с 26 апреля по 30 мая пройдет новое голосование по проектам благоустройства на следующий год на сайте городской среды. Для участия необходима регистрация на портале госуслуги. В Карелии отметили день присвоения Петрозаводску звания «Город воинской славы». Сегодня в столице республики прошла церемония возложения цветов к столе воинской славы. Представители администрации, ветераны и молодые курсанты поздравили горожан с памятной датой. Почетное звание Петрозаводску было присвоено в 2015 году указом президента России за мужество, стойкость и массовый героизм защитников Отечества. Такой статус сейчас носят 40 российских городов. В Петрозаводске установлен мемориальный комплекс со стеллой. Его окружают барельефы с изображением героических моментов в истории нашего города. Все города Российской Федерации, получившие этот почетный статус, воспринимают очень правильно его. Должна быть активизирована и получить широкое развитие, патриотическая работа с детьми и молодежью. Так, с 2017 года в стране действует конкурс «Дети о детях войны». Корельские школьники, как и сверстники из других регионов, знакомятся с событиями Великой Отечественной войны не только по книгам, но и по рассказам ветеранов. Участие подрастающего поколения в мероприятиях по случаю годовщины присвоения Петрозаводска статусу города в Боинской славы обещает стать традиционным. Столицу Карелии посетил герой России, участник операции по освобождению заложников терактов в Беслане и общественный деятель Вячеслав Бочаров. О том, как прошла встреча со студентами в лесотехническом колледже, расскажет Николай Соболев. Я проходил службу в разведывательной роте 317-го гвардейского парашютно-десантного полка. Был ранен, был награжден. Окончил Академию Фрунзе в 90-м году. Сложное было время для страны, эти нулевые годы. Он пробыл около трех лет на афганской войне и принимал активное участие в отражении чеченских боевиков в Ингушетию. С 98-го года был командиром группы «Вымпел» — сильнейшего диверсионно-разведывательного подразделения КГБ. В 2004 году на долю отряда выпала сложная задача — спасти более тысячи детей из Бесланской школы. Как позже признался в одном из интервью Вячеслав Бочаров, «Идя на операцию, ты уже настраиваешься на бойню. Это вам никакая не прогулка, не тренировочная задача. С этой прогулки твои ребята могут не вернуться». Первым, кто вошел в здание, был сам командир Вячеслав Бочаров. В ходе операции получил травму головы, после которой ему пришлось восстанавливаться около шести лет. «После окончания своей службы, а закончил ее в 2010 году, когда мне было уже 55 лет, я уборился и занялся общественной работой, не пошел на государственную службу, не пошел в какую-то коммерцию». Сейчас Вячеслав Алексеевич — координатор проекта «Эстафета поколений». Основная цель проекта — объединение поколений через общение ветеранов как наставников с молодежью. На эту встречу Герой России пришел поделиться своим представлением о традиционных российских ценностях со студентами Листеха и Медколледжа, с кадетами и юнормейцами, а также с волонтерами Центра патриотического воспитания молодежи. Кроме того, что воспитывать патриотизм надо с раннего возраста, полковник считает важным знание истории государства. Без этого любовь к родине невозможна. «В стране есть свои герои, и страна должна о них знать. Это тоже слова президента. Это относится и ко всем сферам деятельности нашего государства, как политической, так трудовой, так научной. Поэтому только общими усилиями мы можем обустроить нашу страну. Точно так же, как после Великой Отечественной войны наши деды и прадеды обустроили разрушенное государство». Своим высказыванием Вячеслав Бочаров подчеркнул ценность каждого гражданина и значимость уважения друг к другу, как одну из составляющих патриотизма. Николай Соболев, Владислав Петров, Служба новостей. Начинающие фермеры в Карелии в этом году получат гранты «Агростартап» на занятия птицеводством, растениеводством и животноводством. Об этом написал на своей странице ВКонтакте глава Карелии Артур Парфенчиков. Средства можно направить на приобретение земельных участков, сельхозтехники, посадочного материала, строительство или ремонт производственных зданий и подключение их к инженерным сетям. Максимальная сумма гранта – 5 миллионов рублей. Прием заявок завершится 19 апреля. Жители поселка Ляскеля пожаловались в соцсетях на свалку, которую устроила возле их домов местная котельная. На обращение отреагировал Центр управления регионом. Для выяснения обстоятельств на место выехали специалисты. С ними отправился и наш корреспондент Данил Чиненов. Как в Турции, из окна видно горы. Иронизируют жители поселка Ляскеля. Но в отличие от азиатских вершин, этот хребет из гнилой щепы. И такой достопримечательности местные не очень-то рады, ведь свалка расположилась буквально в их дворах. Субботу утром обитатели улицы Карельская услышали шум мотора-экскаватора. Он доносился со стороны котельной, которая находится через дорогу и отапливает в том числе и эти дома. Выйдя из квартир, они обнаружили кучу деревянных отходов, растет как на дрожжах. Но у нас уже до этого вот куча первая, она уже несколько лет не убирается. А эта куча уже добавила. Поэтому мы уже изобили тревогу, чтобы нам вот это еще не осталось. Нам не нужно наказание кого-то. Мы никого-то не виним, мы хотим, чтобы убрали это. Один из работников котельной рассказал, что сюда действительно уже несколько лет отгружают отходы, но при этом свалку периодически убирают. Последний раз это происходило в 2019 году. Следующая очистка намечена на ближайшее лето. Тем не менее, жильцы оставили жалобу в соцсетях. На нее сразу отреагировали в Центре управления регионом. У приехавших специалистов возникло подозрение, что горы и щепы находятся на непринадлежащей предприятию территории. В итоге проверка показала, что свалка все же незаконна. Детали нарушений будут устанавливать уполномоченные органы. Но пока идет разбирательство, жителям улицы Карельская придется пососедствовать с опасной кучей. Уберут ее тогда, когда котельную окончательно признают виновной. Данил Чиненов, Станислав Шведов, служба новостей, поселок Ляскеля, Питкеранский район. Впервые чемпионом Карелии по шахматам стала девушка, а на соревнованиях в Казань ищут волонтеров. Об этом и не только, расскажем коротко. Министерство образования и спорта Карелии приглашает волонтеров в Казань на зимние спортивные игры для людей с особенностями интеллекта. Оставить заявку можно на сайте министерства. Петрозаводский центр смены открыл грантовый конкурс молодежных проектов. Группы людей от 14 до 30 лет могут подать заявки по семи направлениям. Общий фонд конкурса составляет 120 тысяч рублей. Прием заявок продлится до 19 апреля. В одном из магазинов Петрозаводской продавались запрещенные сыр и колбаса из Финляндии. Россельхознадзор совместно с работниками транспортной прокуратуры утилизировал товар. Решается вопрос о возбуждении административного дела. Девушка впервые обыграла мужчин на чемпионате Карелии по быстрым шахматам. По итогам двух соревновательных дней победила Софья Ершова, завоевав 8,5 из 10 возможных баллов. Петрозаводск – лидер России по упоминанию Дня смеха в соцсетях. Одно из маркетинговых агентств изучила, как прошло 1 апреля в интернете в этом году. Столица Карелии почти на 15% опередила своего ближайшего конкурента по приколам. Сегодня утром на перекрестке проспекта Ленина и улица Кирова автомобиль чуть не сбил пешеходов. Под колесами мог оказаться ребенок. Инцидент зафиксировала камера наружного видеонаблюдения. Вероятно, водитель автомобиля старался быстрее проскочить перекресток и прибавил скорости. Чтобы избежать столкновения с другой машиной, он вырулил прямо на тротуар. Судя по видео, между пешеходами и машиной не было и метра. С 1 апреля кандидаты в водители начали сдавать практические экзамены в ГИБДД по новым правилам. Изменения должны сделать процедуру экзаменации более честной и прозрачной. Есть ли шанс сдать город с первого раза и какие испытания нужно пройти, чтобы выехать на улице Петрозаводска уже в собственном авто, разбирался городской патруль. Все как в жизни. Примерно так теперь можно охарактеризовать экзамен на получение водительских прав. После вступления в силу нового регламента сдачи у кандидатов в водители стало намного меньше шансов рассчитывать на везение. Теперь на дублирующих педалях находится экзаменатор. Может в автомашине находиться представитель обучающей организации, он же владелец транспортного средства, к примеру. Значит, экзамен проходит непрерывно. То есть, выполняются все элементы в один день в условиях городского движения. Для начала претенденту на пост водителя автомобиля необходимо выполнить такие элементы вождения, как параллельная парковка, заезд в гараж задним ходом и разворот в ограниченном пространстве. Правда, не на площадке, как это было раньше, а в заранее определенном сотрудниками ГИБДД месте в городе. Упражнение эстакада будет выполняться во время движения по наклонной плоскости на проезжей части. Пока и инспекторы, и сами ученики только привыкают к новым правилам. Поэтому общаться со съемочной группой во время экзамена никто из сдающих по понятным причинам не захотел. Экзамен – это сложно. Экзамен по вождению вдвойне сложнее. Поэтому, чтобы не смущать кандидатов в водители, мы решили спросить у инструктора с 20-летним стажем Андрея Ивановича, какие основные маневры нужно будет выполнить на практическом экзамене для получения прав. Сделаем? Сделаем! Во время сдачи ученику нужно будет продемонстрировать умение ориентироваться на проезжей части и принимать быстрые решения, соблюдая правила дорожного движения. В числе упражнений – развороты, круговое движение, перестроение и другие обязательные для будущего водителя маневры. Некоторые из них нам показал Андрей Иванович, а также отметил, что самый главный враг ученика – не новые правила, а собственные нервы. Ну, естественно, это будет осложнять сдачу экзамена кандидатов, потому что для него это будет впервые. То есть он не знает этих мест, где это может быть предложено. И только, опять же, психологическое волнение создаст ту негативную атмосферу и ту нервозность, которая не даст ученику, допустим, сконцентрироваться и проехать правильно. Чтобы сдать экзамен на права, нужно получить менее пяти штрафных баллов за нарушение. В идеале не получать штрафные вообще. Ознакомиться с перечнем упражнений, нарушений и соответственных баллов можно в экзаменационном листе непосредственно перед сдачей. Подробнее узнать о новом регламенте можно на сайте госавтоинспекции Карелии. Будьте аккуратны и сдавайте с удовольствием. Если вы столкнулись с проблемами на проезжей части и другими проблемами в городе, пишите нам по адресу городскойпатрульсобакаджимейл.ком или звоните по телефону 56-00. Куда улетают журавли? Так называется резиденция в поселке Курки-Йоки, в которой побывали музыканты, художники и фотографы из разных уголков России. По итогу поездки появилась выставка. Александра Степанова побывала на ее открытии. Аутентичность поселка современные артисты передали в своих музыкальных произведениях, видеоартах, инсталляциях, фотоработах. Три дня они исследовали жизнь обитателей Курки-Йоки и представили собственную рефлексию на увиденное. Когда мы пытались определить и решить, куда же мы повезем наших художников, мне в голову пришла идея о том, чтобы это стало местом каким-то очень далеким от Петрозаводска, я предложила поехать в Курки-Йоки. Поскольку это место мне было знакомо и мне казалось, что оно обладает невероятно глубокой историей, очень многослойно по смыслам, я предположила, что это пространство будет крайне интересно для современных артистов. По летописным источникам Курки-Йоки уже более 600 лет. Его первоначальное название – Кирьяш. С 17 века поселок был шведским городом Кронборг и крупным торговым портом. Сейчас место носит финское название. Курки-Йоки переводится как «журавлиная река». Вот здесь представлен как раз журавль вышитый на такой тонкой фотографии. И как раз вот эти вот названия, которыми обладало это место на протяжении нескольких веков. Здесь все пропитано атмосферой отдаленности от крупных населенных пунктов. Работы точно передают настроение карельской глубинки. Организаторы выставки советуют взять с собой хорошее настроение, телефон с интернетом и наушники. Лейт-мотивом всей выставки выступает отчуждение от городского пространства, погружение в себя. Но несмотря на это, половина выставки оснащена техникой. Например, почти у каждого экспоната есть QR-коды, наведя телефон на который, мы можем увидеть или услышать еще больше. Интерактивная выставка проработает до середины апреля. Александра Степанова, Владислав Будников, Служба новостей. Таковы главные новости на сегодня. С вами был Даниил Филин и команда Служба новостей. До встречи в эфире.